Привет, друзья! С вами Светлана Дьянова и я рада приветствовать вас на своем канале Белли, посвященному проекту Ля Ви и Белли или Жизнь Прекрасна. Сегодня у меня очередной рассказ про мои вышивки. Это мое седьмое по счету видео и на данный момент заключительное из серии моей вышивки. Про все остальные свои вышивки я уже буду рассказывать, ну так сказать, в режиме реального времени, по мере того, как я буду их вышивать, по мере того, как будет идти мой процесс. Ну и делиться с вами впечатлениями. Уф, слушайте, я посчитала, потребовалось почти пять месяцев, чтобы рассказать про все мои вышивки. А их на данный момент набралось уже 70. Ровно 70 самых разных вышитых картин, ну, разной сложности, разной тематики, которые я навышивала за опять с небольшим лет своего увлечения, этим интереснейшим для меня увлечением вышивкой. И примерно половина из них это сложные многоцветные работы. И еще одна многоцветка, уже 71-й, сейчас в процессе. Напомню, что в своем первом видео я рассказывала о том, с чего началось мое увлечение вышивкой. Во втором видео я рассказывала о своих вышивках по наборам разных производителей. В третьем видео я рассказала о вышивке оберегов. В четвертом о прикладной вышивке. В пятом видео был рассказ о вышивках многоцветок по дизайну Ольги Башкировой. В шестом я тоже рассказывала о вышивке многоцветок по дизайну Хаед и Химеры. И вот сегодня седьмое видео из этой серии, в котором я расскажу про год экспериментов, когда я вышивала многоцветки по разным дизайнам, и год эсте, когда я целый год вышивала многоцветки ОСТ. И я поделюсь своими выводами, впечатлениями и какими-то наблюдениями. И поскольку это видео про мои вышивки заключительное, ну и так сказать, подводящее итог, некий итог, промежуточный, я надеюсь, итог моей вышивальной практики, как я объявила названием, начнем с парада так называемого, всех моих вышитых картин. Большую часть из которых я уже показала в своих прошлых видео, ну а про оставшиеся многоцветки я расскажу в сегодняшнем. И как я уже сказала, всего за это время у меня родилось 70 вышитых работ разной сложности. И вот я сделала общую подборку этих работ для вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот так вышиваешь себе, вышиваешь, кажется, что вроде все медленно движется, а когда соберешь всю эту красоту вместе, то довольно-таки внушительный получается, действительно, таких парад готовых работ. Ну а теперь давайте перейдем к главной теме моего рассказа. Это мои выводы и наблюдения по итогу 2018 года, года экспериментов в многоцветках и 2019 года, посвященного вышивкам из Т. Это будет достаточно долгий рассказ, поэтому устраивайтесь поудобнее, налейте себе чашечку чая или кофе, а лучше просто повышивайте под мой рассказ. Сразу хочу сказать, что мои выводы и наблюдения касаются только моего личного опыта, практического опыта и только по тем дизайнам многоцветок, которые я сама лично вышивала. Это Химера, Ольга Башкирова, Ирина Сумарокова, Наталья Синявская или Надима, Елена Горбанёва или Семь слоников, ну и, конечно же, СТ. К сожалению, в моей коллекции пока еще нет картин, вышитых по схему Golden Guide. Мне очень многое нравится у этого производителя, но, к сожалению, пока мне не довелось вышить ни одной картины по схему Golden Guide. Я очень надеюсь, что все это еще впереди. Еще хочу сказать, что мой эксперимент еще продолжается. Я обязательно буду еще снимать видео на эту тему. И мне очень хочется обратиться к зрителям, которые также вышивают многоцветки. Пожалуйста, напишите в комментариях после просмотра этого видео, совпадает ли ваш личный опыт с моим. Может, у вас есть какие-то другие наблюдения и выводы. Пожалуйста, поделитесь этим в комментариях. Мне очень интересно будет узнать об этом. А еще напишите, пожалуйста, на каких еще дизайнеров многоцветок вы бы посоветовали обратить внимание. Итак, свое прошлое, шестое видео из серии моей вышивки я закончила на том, что, начиная свой проект «Жизнь прекрасна» в конце 2017 года, я для себя приняла решение, что первый год для меня будет полностью экспериментальным. То есть я очень осознанно в течение всего 2018 года буду вышивать картины, выполненные по разработкам разных дизайнеров. Затем в конце года я проанализирую свой опыт и приму решение о том, какие дизайны окажутся для меня наиболее предпочтительными, чтобы продолжать вышивать уже по схемам этих, так сказать, экспериментально выбранных дизайнеров. Не секрет, что в вышивальном сообществе и у разных вышивальщиц есть разные предпочтения, как по сюжетам картин, так и по дизайнерам. И мне не хотелось опираться на чей-то чужой опыт, даже на личный опыт очень глубоко уважаемых мной вышивальщиц, на чье мнение я безоговорочно полагаюсь и чьи советы всегда выслушиваю с большим вниманием. И, собственно, всегда ищу эти советы и рекомендации. Но я также понимаю, что любой опыт, во-первых, он субъективен, а во-вторых, у каждого человека свой вкус, свои предпочтения, и каждому нравится свое и искать нужно свое. И опыт тоже должен быть свой, как и выводы, которые мы для себя делаем из нашего собственного опыта. Поэтому, как я уже сказала, я осознанно решила сделать 2018 год годом экспериментов. И я не могу сказать, что за этот год у меня получилось попробовать вышить по схемам всех дизайнеров, которых мне хотелось бы попробовать, но эксперимент еще не завершен, я буду продолжать. И сегодня я покажу свои картины, вышитые в рамках этого моего эксперимента. Надо сказать, что по каждой из этих вышитых картин у меня есть отдельное видео с рассказом о картине, о художнике, о процессе вышивки. Поэтому сегодня я не буду делать на этом акцент, а сделаю акцент как раз на каких-то выводах, которые я для себя сделала в процессе вышивки. И, ну, можно так сказать, на муках творчества. И ссылочки на подробные видео обо всех этих своих картинах я оставлю в инфобоксе к этому видео. Итак, начнем с Химеры. Это дизайнер Елена Романова, которую все знают под брендом Химера. По ее схемам есть группа ВКонтакте, Катруси на рукоделке, а также у них есть свой сайт. И на всех этих ресурсах можно приобрести схемы Химеры или заказать комплектацию наборов, ну, а также самых разных вышивальных аксессуаров. Я вышивала картину Катерина о схеме Химеры. Это картина художника Джозефа Карла Штиллера. Это одна из картин галереи «Красавец» в Мюнхене. Портрет написан придворным художником короля Юзефом Карлом Штиллером для галереи «Красавец» Нимфенбургского дворца в 1841 году. И с этой картины, в общем, началось мое вдохновение и родилась идея моего проекта «Ля Ви и Бель». И вот в конце 2017 года, как раз когда я начала вышивать свою Катерину, я вместе с ней начала и свой вышивальный проект «Ля Ви и Бель» или «Жизнь прекрасна». На вышивку этой картины у меня ушло около двух месяцев. Я подробно рассказывала в одном из своих видео о том, как я ее вышивала. Но вышивая эту картину, я сделала для себя два таких главных вывода. Первый вывод – это то, что при том, что в этой картине относительно небольшое количество цветов, всего 38 чистых и 15 блендов, эта работа выглядит самой настоящей многоцветкой. Это отличная проработка схемы. И для меня это всегда показатель качественной работы дизайнера. Ведь можно было в эту схему загнать 100-200 цветов, но от этого она вряд ли бы стала намного лучше. Просто трудоемкость процесса, она бы серьезно увеличилась. А вот создать схему настоящей полноценной многоцветки при минимальном количестве цветов – это большое мастерство, на мой взгляд. И еще очень реалистично, конечно, получились и волосы, и берет, потрясающий золотой камзол, лицо совершенно живое, очень реалистичное. Очень люблю эту картину. Второй вывод был для меня такой. Очень часто в процессе отшива, особенно у тех, кто, как и я, вышивает по цветам, и картина проявляется не сразу, а постепенно, ну, как пазл, может показаться, что, к примеру, цвет кожи гораздо темнее получается, чем в исходнике. Или какие-то отдельные элементы кажутся темнее, ну, или светлее, чем нужно. И был момент, когда у меня случилась просто реальная паника. Когда в процессе смотришь на отшив, и кажется, что эта картина опричена на провал. Ну, не может быть такого странного лица. Не может лицо светлолицей девушки выглядеть, как у пациента ожогового центра, как мне написала одна девушка. И здесь реально нужно набраться терпения и довериться дизайнеру. Потому что магия многоцветок, и об этом много и часто говорят все вышиващицы, кто вышивает многоцветные картины. Так вот, магия многоцветок случается, когда сделан последний стежок. И тогда вся картина и общее восприятие картины, все встает на свои места. Контрастные цвета особенно заметно выделяются, когда мы вышиваем на белой конве. Это тоже такая особенность. То есть, если на белой конве просто вышить лицо, то на контрасте оно всегда будет казаться неестественно ярким, негармоничным. А когда лицо уже обрамлено волосами, когда мы вышили фон вокруг, то сглаживаются уже все переходы, и общее восприятие меняется, и лицо уже не кажется слишком темным или слишком странным. Вот такие вот интересные выводы я сделала. ИСТЭ – это дизайнерская фирма, зарекомендовавшая себя качественными схемами и наборами для вышивки живописных картин. У них есть свой сайт, который называется «Лавочка фундучка», где можно посмотреть и выбрать для себя понравившийся дизайн в различных жанрах – там портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая сцена и так далее – и заказать набор по выбранному сюжету. По отдельным дизайнам, в основном это фрагменты картин, можно приобрести отдельно схему для вышивки без набора. В базовой комплектации схемы идут в формате PDF, в бумажном формате. Электронную схему можно приобрести за дополнительную плату. И все схемы идут у ИСТЭ в закодированном виде, то есть без указания номеров ниток, и на схемах нет скрина картинки. Ну, то есть все залито просто одним цветом. Также у ИСТЭ есть отдельный форум «Злота инфо», где есть народный учебник вышивки, и там много самых разных тем для обсуждений, там проводятся игры, всевозможные марафоны, ну и так далее. Там очень много всего интересного. Итак, я вышивала картину «Феодора». Это схема 222 от ИСТЭ по мотивам картины художника Луи Пизани. И «Феодора» была моей первой картиной от ИСТЭ. Вышила я эту картину достаточно быстро, около трех недель у меня на нее ушло. И сначала мне очень хотелось вышить полную версию «Феодоры». Знаете, в роскошном платье, с красивым веером. Но я все-таки решила остановиться на фрагменте. И я считаю, что это было правильным решением для новичка. Потому что если у меня и был какой-то страх перед многоцветками ИСТЭ, после «Феодоры» этот страх совершенно испарился. Я поняла, что вышивать их совершенно несложно. Ну, несложнее, чем любую другую вышивку, любую другую вышивку картину. И то, что количество цветов в многоцветках, ну, даже таких небольших, как «Фрагмент Феодоры», зашкаливает за 100, а в «Феодоре» их всего 120 цветов вместе с блендами. Это, в общем, совсем не страшно, если правильно организовать свой процесс. И самое сложное для меня было это вышить, заколку у нее в волосах. И эта заколка практически вся состоит из одиночек. Очень много там цветов, но результат, конечно, получается потрясающий. Полный эффект 3D, очень реалистичная и объемная получились. И заколка, и бант, и вообще вся картина, вся девушка просто замечательная. И эта картина, «Фрагмент Феодоры» меня очень вдохновила и воодушевила на вышивку портретов именно от СТ. Я сразу оценила качество проработки схемы и удовольствие от процесса, ну и, конечно же, результат, который у тебя получается. И самое главное – это полная реалистичность и максимально точное повторение оригинальной картины. И на самом деле я все-таки лею мысль, что когда-нибудь я, наверное, вышью и всю картину Феодоры полностью вместе с ее роскошным платьем и всеми аксессуарами. Мне еще очень ее веер нравится. Он прям завораживает. Я вообще люблю, когда на картинах изображен веер. Кстати, еще такой важный момент, о котором я узнала по поводу схемы СТ и фрагментов. Если, к примеру, на сайте «Лавочки фундучка» есть на выбор схема полноразмерной картины и ее фрагмента, вот как в случае с Феодорой, там только лицо, вот чтобы сделать фрагмент картины, дизайнеры СТ не вырезают этот фрагмент из большой схемы, а делают схему заново по фрагменту исходника. Поэтому, если, к примеру, у вас есть схема и набор большой картины, а вы хотите вышить только лицо, то результат будет отличаться от того лица, который предлагается на сайте отдельным фрагментом. Вот этот момент я специально уточняла. И по таким фрагментам создается полностью новая схема. И это не вырезанный кусок из большой схемы, а вот полностью новая схема. Интересно, правда? Второй моей картиной от СТ стала «Пиандина». Это по схеме 071 СТ, по мотивам картины художника Фредерика Лейтона. Вышила я эту картину просто на одном дыхании. Ну, чуть больше двух месяцев у меня ушло, надшив эта картина, при том, что она достаточно-таки большая, 380 на 500 стежков ее размер. И «Пиандина» — это моя самая большая любовь до сих пор. Ну, конечно, я люблю все свои вышли картины, но «Пиандина» для меня — это не просто пример замечательной картины, написанной художником Фредериком Лейтоном, с такой любовью, с такой проникновенностью. Если смотреть на нее с точки зрения именно качества разработки схемы для вышивки, то это бесспорный идеал, с которым я до сих пор склонна сравнивать все другие схемы, по которым я вышивала впоследствии. И здесь настолько идеально проработано лицо, плавность переходов, ровность и нежный цвет кожи. А лицо в портретах — это самое главное. Самое основное, что мы ждем от дизайнера, это самый главный акцент, на что дизайнер должен обратить внимание, разрабатывая схему портретной вышивки. Ну, в общем, мне тут даже нечего добавить. Схема здесь разработана идеально, на мой взгляд. Я сказала про лицо, но хочу также отметить и глаза, девочки, потому что в любом портрете глаза — это всегда отражение души. И здесь важны малейшие нюансы, чтобы глаза, что называется, ожили, заблестели живым блеском. Ну, как правило, это самая сложная часть вышивки лиц, потому что глаза состоят из большого количества одиночек, чтобы придать им максимальную реалистичность. И при вышивке очень важно не пропустить ни единого одиночного стишка. И тогда мы увидим и блеск в глазах, и, возможно, даже какое-то отражение, и волшебную игру света и цвета. И хотя это одна из самых первых схем СТ, ну, возможно, не самых первых, конечно, но очень давно выпущенных. Номер у нее 071, то есть это 71 схема по счету, а сейчас уже вышло около 400 схем. И после Биандина я вышла еще несколько портретов от СТ, но почему-то у меня остались ощущения, что даже на фоне последующих портретов от СТ Биандина сильно выигрывает, не говоря уже о разработках других дизайнеров. И по ощущениям, качество проработки этой схемы пока недосягаемо, даже в сравнении с более поздними выпущенными портретными схемами той же фирмы. Я говорю это, исходя из собственных ощущений. Это объективная реальность лично для меня, возможно, кто-то со мной не согласится, и я буду этому только рада. Я всегда ищу идеальные схемы и своего идеального дизайнера. И это процесс постоянный и непрекращающийся. И, наверное, подспудно в каждом новом дизайне я хочу найти то, что нашла в Биандине. Это великолепную проработку лица, в первую очередь, и уже во вторую акцент на деталях. Ну, драпировках тканей, отдельных элементов, которые создают вот этот общий образ и общее впечатление от картины. Ну, в общем, Биандина задала очень высокую планку, а я поняла, насколько шикарными и качественными могут быть схемы, если дизайнер действительно профессионал своего дела. Моей следующей картиной от СТ стала «Дама в голубом». Это 0.31 схема. Это фрагмент большой картины по мотивам картины «Букет» художника Рафаэля Джанетти. Ну, вот смотрите, я сказала, что 2018 год был для меня годом экспериментов, а уже третья картина в этом году от СТ. Это все потому, что СТ тоже входила в мой так называемый эксперимент. Ну, и как-то сложно было, начав вышивать по дизайну СТ, не подсесть на эти дизайны сразу и бесповоротно. Но я взяла волю в кулак, я вышла за пару месяцев эту даму в голубом и все-таки продолжила свой эксперимент с другими дизайнерами. Ну, а схему «Этой дамы в голубом» мне подарила лично Ирина Евгеньевна Фундукова. В то время наш проект «Жизнь прекрасна» только зарождался. Ну, можно сказать, делал первые шаги. И когда я рассказала ей про наш проект, ей понравилась идея проекта, и она предложила вот эту схему в виде, ну, такого подарка нашему проекту. Тем более, что первоотшивов на форуме «Златы» по этой картине еще не было. Так что я сразу взялась ей вышивать и получила свой первый подарочный сертификат за первоотшив от СТ, ну, который впоследствии я использовала для приобретения новых наборов. Но все это было уже в следующем году, об этом чуть позже. И вот, вышивая даму в голубом, я действительно наслаждалась процессом. Мне очень понравилась проработка схемы, мне понравилось, насколько красиво выглядит лицо девушки, очень понравились волосы, и особенно, конечно, ее вот такое ярко-сине-голубое атласное платье. И вот, кстати, еще одно важное наблюдение. Когда мы вышиваем вот такие реалистичные картины, в результате получаются удивительные вещи, которые часто изумляют многих людей. И на выставках очень многих посетителей это изумляет. Я этому была лично свидетелем. Мы ведь вышиваем хлопковыми нитками, а в результате на вышитых картинах получаются и шелка, и бархат, и атлас, и там легкие газовые накидки. Мы видим настоящую кожу, настоящие фрукты и цветы. Мы почти практически чувствуем запах каких-нибудь лимонов или персиков. И еще интересная у меня была история с этой картиной. Я уже о ней подробно рассказывала в отдельном видео про эту даму в голубом. Я переписывалась с аукционистом из Лондона, у которого в настоящий момент находится оригинал этой картины. И когда я ему прислала фото уже вышитой картины, он был очень удивлен тем, насколько она получилась реалистичной. И написал, что, по его мнению, она выглядит даже лучше оригинала. И что мне в вышивке прекрасно получилось поймать нежность лица девушки. Он даже не совсем понял, каким образом была эта картина создана. Спрашивал, что это за техника и сделано ли это вручную или с использованием каких-то современных технологий. Ну да, вот такая интересная история. Она мне очень нравится. Ну что ж, пойдем дальше. А дальше у нас Ирина Сумарокова. Ирина Сумарокова очень интересный дизайнер с большим опытом. У нее есть своя группа ВКонтакте, которая называется «Схемы для вышивки по фото». У нее есть уже готовые схемы. Также можно заказать разработку схемы по своей картинке. В этом случае стоимость разработки схемы будет зависеть от размера и сложности работы. Ну, если еще без чистки одиночных крестиков, то схема будет стоить гораздо дешевле. И Ирина предлагает схемы в двух форматах – в PDF и в электронном формате для вышивки с экрана. К Ирине Сумароковой мне посоветовала обратиться одна из моих вышивальных подруг. И с Ириной я начала обсуждать возможность создания схемы по одной интересующей меня картине. Но, к сожалению, по ней не было хорошего исходника. Мы долго мудрили, долго думали об этом. Ну, в конечном итоге с этой идеей пришлось распрощаться. Но зато я нашла в альбоме Ирины, в альбоме ее уже готовых схем, фрагмент портрета Анны Хильмайер. Это один из 36 портретов галереи «Красавец» Людвига Баварского. Ну, правда, в варианте Ирины это был фрагмент. И проходила она у нее под кодовым названием «Авдотия Голицына». Разработку схемы этой красавицы у Ирины еще раньше заказала другая вышивальщица. Именно вот по такому исходнику в виде фрагмента от большой картины. И, в принципе, мне даже понравилось, что эта картина не полностью, а фрагментом идет. Потому что сама девушка мне очень нравится, но всегда немного смущал молитвенник у нее в руках. А так я решила, что не очень даже большая картина получится. И для моего эксперимента самое то. И я подумала, что за месяц-полтора ее можно легко вышить. И в процессе вышивки я столкнулась с несколькими моментами, по которым мне пришлось обращаться к Ирине Сумароковой за советом и консультацией. И она достаточно оперативно реагировала на все мои такие запросы. Ну, например, когда я собирала ниточки, я столкнулась с такой проблемой. В схеме был указан номер 776 ниточек DMC. А такого номера больше нет. Его больше не выпускают. Его заменили на 3326. Я писала Ирине, чтобы уточнить, подойдет ли такая замена. Ну, а потом, когда я начала вышивать эту красавицу, у меня возникло несколько сомнений насчет схемы. Первое. Слишком много чисто черного цвета в волосах. Мне хотелось узнать менее Ирины. Может, было бы уместнее сделать бленд. Там, например, вместо 310 взять 310 и 3371. То есть черный с коричневым смешать. И второе важное для меня соображение. Глаза у нее тоже получались практически черные. Там сплошной черный цвет был. Без зрачков или каких-либо бликов. И я писала Ирине, можно ли добавить какой-то, может быть, светлый блик, чтобы они более живыми смотрелись. Ну, или, может быть, поменять цвет глаз черного на карие. Добавить переходов цвета. Ну, потому что, если увеличить лицо на исходнике, то видно, что глаза не сплошь черные, они скорее карие. И видно черный зрачок. А на схеме все черным. И это выглядит странно. Вот Ирина пробовала менять схему. Потом написала, что если сделать радужку светлее, глаз получается выпуклый. Ну, в общем, мы решили просто добавить небольшой блик к зрачке, чтобы глаза выглядели более живыми. И я периодически присылала Ирине фото своего процесса, делилась впечатлениями от вышивки. И по ходу вышивки еще возникали какие-то технические моменты. Ну, вот, например, в схеме были два разных значка с одинаковыми номерами ниток в блендах. И оказалось, что ошибки нет. Это была техническая ошибка программы. Просто при создании схемы программа разбила этот цвет на два разных цвета и присвоила им разные символы. Это, на самом деле, один цвет. Ну, кстати, впоследствии такие технические ошибки, так называемые, попадались и в схемах других дизайнеров. Это очень интересная штука. Такое редко бывает, но иногда случается. Имейте это в виду. Потом, когда я добралась до прически, меня смутил еще один бленд в схеме. Это 310 и 902. То есть черный с бордовым. Я написала Ирине, что, на мой взгляд, очень странное сочетание цветов черного с бордовым. Попросила ее проверить, действительно ли этот цвет должен обрамлять лицо и присутствовать в глазах еще и в прическе. На мой взгляд, это выглядело не вполне логично. Она попросила еще раз проверить все вот эти блендовые сочетания с 902 этим бордовым цветом, потому что я не видела бордовых оттенков на исходной картинке, тем более бордовых глаз. Ирина мне ответила, что этот цвет там просится, и там дальше будет переход на красно-коричневые оттенки с блендами. Она сказала, что сама шила такие бленды в маках, и там у нее все очень гармонично получилось. Ну, окей, я продолжала вышивать. Дальше я дошла до лица. Начала вышивать лоб девушки и снова была в замешательстве. Я раньше писала Ирине про то, что вот этого указанного в ключе цвета 776 не существует. Его заменили на 3326. Это такой розовый цвет. И вот я дошла до этого цвета. Это был бленд как раз 776 плюс 3865. То есть ярко-розовый с белым. И выглядел он очень странно. На фоне остальных цветов на лице, таких телесных оттенков, вот этот розовый очень яркий. Ну вот посмотрите, как выделяются два стежка на общем фоне. А этим цветом по всему лицу идут участки. Прям таким контуром обрамляют. И переход получается не очень гармоничным. Вообще и сам бленд тоже очень странно выглядит. Зачем смешивать, к примеру, ярко-розовый цвет с белым? Абсолютно приглушить его все равно не удастся. И мне казалось, что не лучше ли было изначально взять более светлый, не такой яркий оттенок розового для лица. Потому что этот цвет сильно выбивается из общей цветовой гаммы. Ну на щеках, допустим, я еще могу допустить, что это там румянец. Но вот на лбу, на лбу я боялась, что будет точно сильно выделяться. Потому что лоб у нее светлый. Ну и белый в качестве бленда. Совсем этот ярко-розовый цвет не приглушает. Переход все равно очень контрастный получается. И при этом вот этот розовый цвет, он очень яркий. А более яркий цвет он всегда забивает соседа. А у меня в этом бленде белого вообще не видно. Он не сглаживает яркость вот этого ярко-розового. И получается слишком контрастный переход. Насколько вообще я понимаю, когда дизайнер создает схему, программа видит бленд как цвет, который является среднеарифметическим двух цветов. Ну вот как если бы художник смешивал там, я не знаю, черную и белую краску, у него получился бы какой-то серый цвет. Также и программа бленд там белого и черного будет принимать как некий среднесерый. А на самом деле вышивки он же не будет серым, а будет пестрым, черно-белым. И я предложила все-таки заменить, наверное, этот цвет на другой, более телесного оттенка. И Ирина со мной согласилась, что этот цвет, конечно, пестрый получается в нитках. Предложила попробовать те цвета, которые я предложила. И вот так получилось с измененным цветом. Вот фото до этого цвета и после. Но потом были еще некоторые проблемные моменты. Ну вот, например, в глазах, а глаза в портрете, ведь это же самое главное. Вот видите, одиночный розовый цвет слева от радужки глаза. Это ведь явная ошибка. И надо было думать, каким цветом вот этот одиночный стежок заменить, чтобы убрать эту ошибку. Вот в исходнике белки глаз у девушки, они светлые. У меня они почему-то получились очень темные, вообще какие-то даже разноцветные. Преимущественно в серо-розово-бордовых тонах. Ну, немножко нелогично выглядят бордовые ресницы, белки глаз слишком темные. Ну, мне кажется, в оригинале они светлее, ну, не серые во всяком случае. Это все-таки глаза, там, анимаки, да. Ну, конечно, если приглядеться, издали нормально смотрятся, но вблизи. И дизайнер предложила поменять этот розовый стежок на какой-то бежевый, сказала, что вблизи на такие картины не смотрят. И еще она сказала такую интересную вещь, что она на себе сама убедилась, бленды в полукресте не получаются такими же, как в полном кресте, они более рябые. Вот, честно, я не знаю, согласна я с этим утверждением или нет. Мне кажется, что в отшиве цветовая гамма картины должна все-таки выглядеть одинаково, независимо от техники вышивки. Крест это или полукрест. Ну, в общем, у нас с этой картины была долгая история, долгая переписка. Я там кое-что меняла по ходу вышивки, корректировала глаза и прочие моменты. Замененный розовый цвет лег более-менее нормально на лбу и на подбородке, на носу и щеках не очень хорошо. Но там на лице в целом переходы цвета не очень удачные, на мой взгляд, получились. При том, что лицо очень крупное. Вот такие переходы на крупном таком лице очень сильно, конечно, бросаются в глаза. Я даже не представляю, как бы выглядело это лицо на более крупной конве, на 24-м каунте она уже огромная. И мои выводы из этого эксперимента были такие. В целом для меня это был очень интересный и поучительный опыт. Я поняла, что по ходу вышивки, особенно если это первый отшив, в случае сомнений надо всегда советоваться с дизайнером. А в процессе вышивки часто возникают нюансы, это нормально. Ведь пока не сделаешь отшив, не поймешь, насколько удачная схема. И в любых дизайнах, даже самых лучших, встречаются недочеты в схеме, которые можно было бы улучшить. Особенно, когда речь идет о портретах. А самое главное, это получить обоюдный опыт дизайнера и вышивальщицы, сделать выводы и в следующий раз сделать еще лучше. Еще один вывод насчет одиночек, это то, что одиночки это нормально для многоцветок. Вот нелогичные и неподходящие по цвету одиночки, это очень неприятно. Особенно в чувствительных местах. Вообще с лицами и портретами очень сложно работать, и не все дизайнеры за это берутся. А даже те, кто берется, не всегда могут справиться с этой задачей на 100%. Но это объективные такие наблюдения. Не в обиду никому это говорю, это правда такая объективная реальность. И еще такой важный вывод я для себя сделала. До начала вышивки надо постараться понять, какой получится размер готовой работы. И в зависимости от размера подбирать соответствующую конву. В случае с этой картиной, например, дизайнер предлагает вышить эту картину полным крестом на конве Аида 16 каунта. И в этом случае размер готовой работы должен получиться 47 на 52 сантиметра. Вот представляете, у вас на картине одна такая огромная голова на полметра. Я ее вышивала в технике Петит Полукрест на конве Конгресс Трамин 24 каунта. И даже в этом случае размер получился далеко не маленький для одной головы. 31 на 35 сантиметров, и это без рамы. Вообще ее, наверное, надо было на 27 вышивать, или может даже на 32. И даже на мелкой конве это лицо вышивки получилось раза в полтора больше, чем обычное лицо человека. А представьте этот портрет размером в полметра. Ну вот тоже такой интересный нюанс. Теперь давайте поговорим про семь слоников. Это Елена Горбанева. Елена Горбанева дизайнер с очень большим опытом. Схема она делает давно, и у нее есть свой индивидуальный почерк. И обычно большая очередь на разработку схем. Она вообще человек не очень публичный. В социальных сетях я ее не встречала. Но зато у нее есть свой сайт, где можно заказать схемы, а также посмотреть разные отшивы на форуме. И там можно показывать и свои отшивы. И по каждой картине открыто отдельное обсуждение на форуме, где каждый участник может оставлять свои комментарии. Наборы по своим схемам Елена не комплектует. У нее можно купить только схемы. Либо готовые, либо сделать индивидуальный заказ. Схемы она предлагает в PDF и в электронном формате для вышивки с экрана. Я вышивала картину «Рыженькая» по схеме Елены Горбаневой. Это по картине русского художника Андрея Шишкина. Это современный русский художник, который я очень люблю. И схему Елена Горбанева мне разрабатывала по индивидуальному заказу. На эту вышивку у меня ушло 67 вышивальных дней. Но дело не в этом. Расскажу о впечатлениях. Вообще, когда вышиваешь любую картину, всегда очень важно чувствовать, какую энергетику в нее вложил и художник, и дизайнер, и потом уже сама вышивальщица. И тогда много радости от процесса. И еще много радости такая вышитая картина будет дарить окружающему пространству. В процессе вышивки всегда очень сложно судить о том, какой получится картина. Но меня всегда очень радует и греет мысль о том, что к ее созданию приложили руки и душу прекрасные люди. А вот образ этой рыженькой девочки очень давно запал мне и в сердце, и в душу. И я уже рассказывала, что, глядя на эту картину, я как будто окунаюсь с детства. Ну, условно, бежишь по полю, собираешь цветы, и жизнь вокруг себя такая яркая, солнечная, счастливая, беззаботная. Ну, как бывает только в детстве, когда счастье тебя переполняет вот просто так, без каких бы то ни было причин. Ну, в общем, надо сказать, что процесс вышивки этой картины для меня был очень непростым. И вот примерно так я себя чувствовала, пока ее вышивала. Сижу, листаю, смотрю, вижу, смотрю, не понимаю, думаю, смотрю, думаю, понимаю, психанула! Я расстроилась, рыдаю, думаю, думаю, звонит, обиделась, думаю, звонит, Передумала! Передумала! Слушаю! Не верю! Слушаю! Верю! Слушаю! Слушаю! Таю! Прощаюсь! Кладу! Успокаиваюсь! Радуюсь! Ну вот, да, примерно как-то так. Сначала у меня шел очень долгий-долгий фон. Вообще, к слову сказать, фон у Елены Горбаневой всегда получается просто волшебный. Она, конечно, умеет добиваться плавности цветовых переходов, и в основном у нее получается ровный фон, вот такой без излишней шахматки. И вот прогресс уже 40%, но все там же, все вокруг да около, до веночка я пока еще не дошла, хотя он там уже вроде как подразумевается. Ну и фото, конечно. Фото, вот, наверное, все с этим сталкивались, бессовестно высвечивает просветы, особенно на темном фоне, хотя в реальности я их не вижу. Все ровненько и фон волшебный. Вот очередное продвижение рыженькой, прогресс 50%, 71 тысячи аппетитов позади, как раз экватор. Я немного беспокоюсь за слишком темное лицо девочки, но очень надеюсь, что, как говорит Лена, когда картина будет вышита до конца, все встанет на свои места. И вот из темных теней появляется реальное лицо крестьянской девчонки. Вроде и на скрине она не бледная, конечно, жительница городских улиц, но все-таки кажется, что лицо слишком темное. Лена меня успокаивает, говорит, что она старалась сохранить стиль картины, и потом все встанет на свои места. Ну, окей, вышиваю дальше. Смотрю, как получаются глаза у девочки. И не могу понять, ну почему все такое темное? Глаза расплываются и с трудом угадываются на темном фоне. Белки глаз на исходнике светлые. У меня получаются какие-то красно-коричневые. Второй глаз еще не закончен. Но там тоже серо-коричневые цвета. Вот именно белка глаз. Светлых бликов, зрачки я не вижу. А без них глаза, ну, не выглядят живыми. Сами глаза получаются не голубые, как на картинке, а карие. Ну, почему так? Ну, вот дошила лицо девочки. Вот фото перед перемоткой вышивки на нижнюю часть. На фото, конечно, все выглядит все-таки немного не так, как в живой вышивке. Но вот что я вижу в живую. Лицо получилось, как мне кажется, чуть темнее, чем в оригинале. Но в целом переходы сгладились. Цвет волос получился скорее красно-бордовым, чем рыжим. Ушко у девочки все-таки немножко слилось с волосами. Глаза получились темноватые. Не светло-серо-голубые, как на картине, а скорее темно-серо-корие. Слишком темные белки глаз. Особенно левые, вот с краснотой. И не видно блика в зрачках. И ямочек на щеках у девочки я не вижу. Яркие голубые бусины получаются какого-то грязновато-серо-синего цвета. Венок на голове тоже не такой яркий получается, как я вижу на скрине. Я очень тщательно проверяю, перепроверяю все цвета и номера ниток. Вышиваю каждый одиночный стежок. И возникает просто чувство отчаяния. Столько труда, времени и сил, а результат получается удручающий. Все время сравниваю с исходником то, что у меня получается. Но как так может быть? С трудом верится, что по окончании отшива произойдет чудо. И что вот эти глаза станут светлыми и лучистыми, как на картинке. По окончании картины буду думать, что с этим сделать. Скорее всего придется немножко корректировать цвета поверх отшитого. Елена продолжает меня успокаивать. Говорит, что надо дошить схему. Она предупреждала, что для меня этот отшив будет необычным. Уверяет, что отшив будет такой же, как картина художника. Но картина на самом деле темная. Соответственно, лицо девочки не светло-персикового цвета, как я привыкла. Конечно, если смотреть на картину с расстояния, все эти нюансы не очень сильно бросаются в глаза. Возможно, так и должно быть в задуманной художником картине. Но посмотрим. Дальше я вышивала сарафан, руку девочки. И вот я закончила свою рыженьку. И когда я выложила готовую работу, Лена написала. Да, эмоций всем хватило с лихвой. Знаю, что многие переживали. Кроме меня. Я знала, что будет так, как получилось. Руку действительно художник нарисовал странно. Я долго думала оставить так или переделать. Но решила оставить. Оставила и пятна в фоне. Пятно на правой щечке и на шее. Может, это кому-то не нравится, но художнику виднее. Девочка действительно получилась живым, полным эмоцией лицом. Думаю, Светлана, когда улягутся все эмоции, связанные с процессом вышивки, эта вышитая картина будет для вас самой любимой. Она будет поднимать вам настроение своей неповторимой улыбкой. Сейчас стало модным шить лица персикового цвета. И у тальянок, и у гречанок, у бледнолицых дам средних веков теперь лица розовые. И многим нравятся. Но они не живые. А эта девчушка живая, настоящая. Но не всем дано это оценить. Ну да, действительно, я согласна. Многие переживали за этот отшив. И очень многие писали мне комментарии. И какие-то советы давали. В конечном итоге все, в общем, стало на свои места. И даже теперь не верится, что предыдущие фото с первыми темными местами отшитого, и фото окончательного результата, это один и тот же процесс. Ну вот очередное волшебство вышивального искусства, если можно так сказать. Очередная магия многоцветки. И надо сказать, что глаза я особо не корректировала. Я только добавила блеск в левом глазике. В остальном оставила как есть. Ну ведь это действительно авторская работа. Пусть такой и остается. И в общем, мои выводы после вышивки по схеме от семислонников были такие. Схема у семислонников будет стоить несколько дороже, чем у других дизайнеров. Схемы по индивидуальному заказу делаются быстрее. На схемы, которые пойдут в общий каталог, нужно будет ждать очередь. Для схемы нужен хороший исходник, не менее тысячи пикселей. Ретушированием исходника Елена занимается сама. От ретушированной картины другими она не принимает. В ее схемах будет много цветов. Причем блендов будет больше, чем чистых цветов. И обычно у нее около двухсот цветов в ее схемах. Будет много одиночек. Будут контрастные бленды. В основном это происходит из-за манеры живописи определенного художника, которую Елена всегда старается сохранить, создавая свои схемы. Но такие контрастные бленды, вышивки могут смотреться не идеально. Но об этом я могу говорить только на примере своей вышитой картины «Рыженькая». О других картинах я, конечно, судить не берусь. Возможно, там совершенно другая ситуация, другая история. У меня в планах есть еще задумки вышить несколько работ по картинам художника Андрея Шишкина. Я бы попробовала еще других дизайнеров для разработки этих схем. Просто потому, что люблю экспериментировать и пробовать новых дизайнеров. Можно попробовать еще, наверное, Ольгу Башкирову. По ее схемам я уже много вышивала. Это такой достаточно беспроигрышный вариант. Можно попробовать совсем новых дизайнеров. Для меня новых – это Иволга, Ашлита, Ольга Казанцева, Надежда Ильина. Она, кстати, недавно начала делать схемы, но уже очень здорово у нее получается. В общем, любого дизайнера, который умеет хорошо работать с исходником, потому что манера живописи художника Андрея Шишкина такова, что до прогона в схему с его картинами нужно предварительно поработать фотошопера, хорошо работать с исходником, чтобы его картины, ну, что называется, захотели стать вышивкой. Теперь поговорим про Наталью Синявскую или Надиму. Наталья Синявская очень опытный и зарекомендовавший себя дизайнер. Она создает качественные схемы многоцветок. У нее есть группа ВКонтакте, а также есть свой сайт, где можно заказать схемы для вышивки по картинам самых разных жанров. Также у Натальи можно заказать полную комплектацию набора по выбранному дизайну. Причем есть разные опции. Можно заказать в ниточках ПНК Мини Кирова. Это будет дешевле стоить комплектация. Либо DMC, либо аналоги. Кому что больше нравится. Тут у нее очень гибкий подход, и схема она тоже предлагает в формате PDF и в электронном для вышивки с экрана. С Натальей мы познакомились уже достаточно давно. Но очень много обсуждали с ней самые разные нюансы, тонкости разработки схем. С ней всегда интересно поговорить как с профессионалом. Я вышивала картину «Вы помните» по схеме Натальи. Эта картина тоже художника Андрея Шишкина. Причем было очень интересно. Я предложила Наталье на выбор. Несколько вариантов картин художника Андрея Шишкина, которые мне нравятся. И сказала «Выбери ту, которая понравится тебе». Она сразу выбрала вот эту даму шляпе. Чем-то она была для нее очень близка. Не знаю, может быть по духу она и близка. Как-то сразу она на нее запала. И это был очень интересный опыт совместной работы. А еще для Натальи своего рода эксперимент. Потому что у нее прекрасно получаются схемы пейзажей, натюрмортов. А вот созданием портретных схем до этого момента опыта у нее еще не было. Вот до этой дамы в шляпе. Поэтому мы с Натальей заранее договорились, что я буду делиться с ней своими впечатлениями. Отмечать возможные какие-то недочеты в схеме. Мне всегда очень нравится, что Наталья приветствует такую конструктивную критику. Даже просит всегда делиться какими-то наблюдениями в ходе вышивки картин по ее схемам. Для нее это всегда возможность расти, развиваться и совершенствоваться. И я знаю, что Наташа не прогоняет схему просто так. Она тщательно работает с исходником до прогона. И после прогона дорабатывает еще схему. И, например, по картине вы помните, или вот этой дамы в шляпе, она делала целых пять доработок уже исправленного исходника. То есть она обработала исходник, сделала черновую схему, увидела, что не так, еще раз обработала и так пять раз. Но обычно у нее одна или две правки бывает, а здесь было целых пять. Иногда дизайнеру приходится это делать, если манера живописи художника того требует. Ведь, я еще раз повторюсь, не каждая картина хочет и может стать вышивкой. А если все-таки очень хочется, то с ней нужно очень долго и кропотливо работать, чтобы привести ее в нужное для создания схемы состояния. Но зато на получившейся картинке хоть уже немного читаются волосы, не просто там идут темным пятном. Волосы, кстати, Наталье пришлось даже немножко прорисовывать, чуть высветлять и затемнять отдельные пряди. И вот мой процесс вышивки и очередные муки творчества. И мы постоянно на связи с Наташей, все детально обсуждаем, где-то вносим корректировки. Вот мне кажется, что фон как-то слился со шляпой. Там много разных цветов и блендов, но они все очень похожи. И мне кажется, прям все сплошным одним цветом идет, ну хоть и в шашечку. Вот часть фона в правом верхнем углу. Пятно получается такое рваное и неровное. Такое часто происходит в прогонах у Хаеда, когда фон идет вот так называемой шахматкой, да, вот шахматкой с контрастными цветами. В идеале переходы фона должны быть ровными и не выделяться пятнами. И в дизайнерских схемах хочется, чтобы дизайнеры обращали на это внимание. По шляпе тоже небольшая шахматка получается. Сера-синяя такая, коричневая. И нет пока ощущения однородности цвета. Наталья соглашается, что действительно это так, значит фон надо сильнее размывать, чтобы он был ровнее. Так как живописный фон, он всегда рваный. И на исходнике в этом месте как раз-таки тоже пятно другого цвета. Но, видимо, надо еще больше все это сглаживать. И она это впоследствии сделала. Да, на исходнике действительно более темные пятна в фоне, но они такие ровные и плавные. Добиться плавности цветовых переходов вышивки – это вообще большое мастерство, которое как раз и отличает хорошие дизайнерские схемы от каких-то вот таких вот прогонных схем. Вот лицо девушки. И, на мой взгляд, здесь переходы на лице получились достаточно гармоничными. Я даже не вижу, где их нужно поправлять без потери эффекта света тени, которые, в общем, естественным образом присутствуют на картине. Ну, конечно, вживую смотрится немного не так, как на фото. Гораздо все ровнее и приятнее. И лицо получилось в таких вот медовых слегка оттенках, приятных глазу. Так что я могу сказать, что с лицом Наташа справилась очень даже хорошо до первого раза. И после окончания моего отшива Наташа еще дорабатывала эту схему, прежде чем разместила ее в основной альбом, исходя из того, что мы обсуждали в процессе. Она убрала шахматку в фоне, она немного сгладила отдельные пятна. Но в целом все получилось очень даже неплохо. В отдельных местах, я хочу сказать, фон получился просто волшебный. Такой плавный, ровный, цветовые переходы чудесные. Вот это мое самое любимое место вот здесь. Здесь очень удачно получилось сочетание с переходом от такого шоколадно-коричневого к сероватым тонам. Ну, вот как будто свечение исходит от этой картины. И у меня в планах есть еще вышивальные задумки по картинам Андрея Шишкина. Я уже это говорила, но возьмусь я за него снова спустя какое-то время. Мне нужна передышка. Вот так прошел мой 2018 год и принес 7 новых многоцветных портретов. И если 2018 год был для меня годом экспериментов, то 2019 год я также осознанно решила посвятить вышивке портретов от ИСТ. И этот эксперимент продолжается для меня и в 2020 году. Он еще не закончен. А почему ИСТ? Ну, потому что, на мой взгляд, в создании именно портретных схем объективно ИСТ на данный момент пока лучше на рынке. Возможно, со временем появятся и другие дизайнеры, которые также виртуозно научатся делать схемы портретной живописи. Возможно, что кто-то из уже зарекомендовавших себя дизайнеров наберется еще большего мастерства и начнет создавать великолепные схемы портретов. Я очень пристально слежу за этим и буду рада продолжить свой эксперимент в этом направлении. Итак, в 2019 году я вышла по схемам ИСТ четыре многоцветные картины. И это были вот такие. Песня Жаворонка или The Song of the Lark. Это схема 312 от ИСТ по мотивам картины художницы Софи Андерсон. Замечательная совершенно песня Жаворонка. Я вышивала ее в подарок фонду «Лавочки фундучка». И на эту вышивку у меня ушло 64 вышивальных дня. И я прослушала 64 аудиокниги. «Лавочки фундучка» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Следующая была «Маленькая рукодельница» Или «The Little Lace Maker» Та же самая художница Софи Андерсон. Это была схема 243 в малом размере от ИСТ. И на создание этой картины у меня ушло 29 вышивальных дней и 22 аудиокниги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Маленькая рукодельница» Субтитры создавал DimaTorzok Следующая была достаточно сложная картина. Это «Маркиза за вышиванием» Номер схемы 348 от ИСТ По картине французского художника Франсуа Юберт Руэ. На эту вышивку у меня ушло более 5 месяцев. Я прослушала 26 аудиокниг и посмотрела 15 фильмов или сериалов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Затем я вышивала картину «Автопортрет художницы». Это схема 350 от ИСТ По картине «Мари Габриэль Капе». 68 вышивальных дней у меня ушло на эту картину. Ну, то есть чуть больше двух месяцев. Шесть аудиокниг, один кинофильм и два сериала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 По этому поводу я приведу один пример Который был для меня очень познавательным И важным Ну, чтобы понять принцип многоцветок Я общалась с Ириной Евгеньевной Фундуковой На одной из клубных встреч с Т По поводу вот как раз Песни Жаворонка Я привезла на клубную встречу Законченную картину, но еще не оформленную И мы обсуждали разные нюансы Которые возникали в процессе отшива И такой диалог особенно важен В случае, когда у тебя первоотшив И дизайнеру тоже важно получить Обратную связь, чтобы принять решение О том, нужно или нет что-то менять В схеме, которая будет Потом распространяться для других покупателей И вот мы с Ириной Фундуковой Обсуждали одну деталь Как раз зубы девушки Пока я вышивала, скажу честно, я была в легком недоумении Мне казалось, что Цвета для белоснежной улыбки Девушки этой, да, слишком странные Это не были бленды Светлых оттенков Это были какие-то бежеватые И сероватые оттенки, что казалось неуместным Поэтому я задала Ирине Евгеньевне вопрос Как она считает, не было бы уместным Исправить это в схеме То есть сделать как бы отбеливание такое, да, зубов Ее ответ был логичным и профессиональным Когда программа делает прогон И считывает цвета исходника Она подстраивает всю палитру Под то, чтобы получившееся изображение Было максимально близким к оригиналу А если искусственно изменять какой-то элемент Например, осветляют зубы или глаза В общей картинке это будет выглядеть уже неестественно Это нарушит общее восприятие от картины Потому что те цвета, которые могут нам показаться Какими-то нелогичными сами по себе На общем фоне и в окружении других деталей Лица, волос, общего фона Будут выглядеть как раз гармоничным образом Вот такой был интересный у меня пример Еще такой момент Я сейчас, наверное, выскажу мысли С которой, возможно, многие вышивальщицы многоцветок не согласятся Но я это говорю исходя из личного практического опыта И личных наблюдений И, конечно же, личного восприятия Бытует общепринятое мнение, что чем больше цветов дизайнер закладывает схему Тем более реалистичной получается картина Из своего личного опыта я сделала вывод Что большое количество цветов это не всегда залог качества Чаще это признак, ну, простите, халтуры Когда дизайнер просто ленится чистить схему После прогона от неоправданных одиночек И сопутствующий момент еще к этому Использование большого количества блендов Тоже, мне кажется, это не всегда хорошо Потому что из-за этого иногда возникает такой эффект Что картинка как бы плывет И именно в вышивке появляются вот такие шумы Когда вместо четкого изображения какой-то детали Возникает размазанное пятно Иногда для достижения большей четкости изображения Достаточно использовать солиды То есть чистые цвета Которые уже есть в палитре DMC На мой взгляд, в большинстве случаев палитра это позволяет Ну и дальше в дело вступает уже в мастерство самого дизайнера И его умение грамотно обращаться Вот с этой цветовой палитрой Опять-таки, не во всех деталях это проявляется Но по моим наблюдениям такой эффект Можно часто встретить в волосах, например Когда дизайнер, пытаясь, так сказать, повторить Там волны и локоны прически Делает очень много блендов И тогда эффект может возникать прямо противоположный Вместо того, чтобы зритель увидел, что называется, каждый волосочек И каждый локон в прическе Он видит какое-то там месиво Там просто копну волос И нужно отойти на определенное расстояние Чтобы наш мозг услужливо дорисовал картинку Чтобы картинка, а именно прическа сложилась в некий цельный образ Также в вышивке важен момент цветопередачи Это наложение контрастных блендов На мой взгляд, негармоничные контрастные бленды Они не дают нужного оттенка вышивки А больше создают некую рябь Это художник может взять кисть, смешать красный и зеленый цвет и получить синий А если в вышивке взять бленд из красной и зеленой нити, синего не получится Получится красно-зеленая рябь И похожий эффект возникает от так называемой шахматки Когда контрастные цвета в фоне, например, идут в шахматном порядке От этого нет восприятия такого гладкого, ровного фона И глаз эту шахматку все равно видит Ну, в общем, и не радостно ему Еще наболевшим По поводу схем для вышивки Всегда удобно работать с электронной схемой Все больше вышивальщиц переходит на вышивку с помощью специальных программ Там Кросс Тич Сага, Паттен Мейкер Я вышиваю по старой доброй программе Кросс Ти Но в любом случае очень хорошо, когда дизайнер предлагает выбор Который максимально упрощает работу вышивальщицы Если кто-то хочет вышивать по бумажной схеме Пожалуйста, дизайнер предлагает схему в бумажном формате или формате PDF Если по электронной, пожалуйста, вот вам электронная схема в формате XSD Если я хочу вышивать в электронной схеме по значкам или номерам Вот вам символное обозначение, которое соответствует номерам ниток Пожалуйста, организовывайте свой процесс так, как вам удобно и привычно В этом смысле, конечно, серьезно усложняет работу вот эти закодированные схемы СТ Потому что там все дается только в символах И нужно каждый раз искать нужный символ по ключу И смотреть, какие ниточки ему соответствуют Вся схема при этом залита одним цветом Это еще одно такое неудобство Потому что сложно ориентироваться к такой схеме И ты не понимаешь, в каком месте вышивки ты сейчас вышиваешь Приходится продвигаться вслепую И то, что номера ниток DMC закодированы Но это тоже не добавляет, конечно, удобства Потому что даже если учесть какой-то человеческий фактор Ведь при комплектации набором могла случайно произойти какая-то ошибка Могли навесить не те нитки Но проверить это никак нельзя И никак ты не сверишь уже с живой картой цветов И при всем прекрасном, конечно, качестве разработки схемы СТ Для меня это все-таки большой минус На мой взгляд, это так Это минус, связанный именно с удобством процесса вышивки Но это, конечно, правила производителей Тут мы ничего поделать не можем Либо приспосабливайся, либо... Ну, в общем, вы поняли Еще, конечно, хотелось бы, чтобы дизайнеры Не только тщательно работали с исходником Но еще и чистили свои схемы после прогона Например, вот СТ действительно отлично всегда работают с исходником Но после создания схемы они ее уже не дорабатывают и не чистят Это принципиальный момент, это их фишка, это такая политика Тщательно работают с исходником А после прогона схема уже не чистят Поэтому те вышивальщицы, которые умеют работать со схемой В паттернмейкер, например, они чистят схемы сами Но кто не умеет, борется уже с одиночками в процессе Хотя в целом, конечно, одиночки не так страшны Просто больше времени отнимают и периодически тебя фрустрируют Надо просто набраться терпения Вообще с нелогичными одиночками это вечная проблема у всех дизайнеров У кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей Еще когда дизайнер сама вышивает, она хоть понимает это И старается обращать внимание на такие моменты Я согласна с тем, что именно за счет одиночек создается объем Только за счет большого количества цветов Возможно добиться живого такого изображения И точности всех мельчайших деталей В этом суть многоцветок, я с этим не спорю Я говорю о том, что, по моему мнению Именно неоправданные одиночки нужно чистить К примеру, в фоне идет темный фон И там какой-нибудь один очень близкого цвета Какой-то стежок затесался Или каких-то иных некритичных для картины местах Где замена одного одиночного стежка на рядом стоящий Очень близкий цвет Она никак не повлияет на общее восприятие картины Ну, в общем, рассказывая о своих процессах О своих впечатлениях, я старалась быть объективной Если что-то хорошо, я и говорю, что это хорошо Это мне нравится Ну, а если есть моменты, которые, на мой взгляд, можно было бы улучшить Я тоже об этом говорю И это не критика Не поймите меня неправильно Это объективные моменты, которые мне хотелось бы донести До производителя и до дизайнера Ну, кстати, такие моменты встречаются у всех дизайнеров И если дизайнеры будут обращать на это внимание И, например, чистить свои схемы после прогона То это повысит качество создаваемых схем Сделает их еще лучше И вышивальщицы будут только благодарны за такой подход Потому что многие вышивальщицы вынуждены, конечно, сами чистить Приобретенные у дизайнеров схемы Ну, а было бы лучше, если бы изначально дизайнеры предлагали качественные почищенные схемы Ведь это все-таки их бизнес И именно за эту работу им и платят Я об этом говорю всем дизайнерам, по схемам которых я вышивала И я всегда очень рада, когда дизайнеры прислушиваются к мнениям вышивальщиц Основанным на практическом опыте Я все больше мечтаю о дизайнере, который будет хорошо и грамотно создавать и чистить схемы И если у кого-то это получится То популярность и рейтинги такого дизайнера сильно возрастут Я считаю, что эта ниша еще не занята на рынке дизайнеров схем В общем, вот мои выводы и пожелания Всем без исключения дизайнеров схем На которые хотелось бы обратить внимание Что хорошо, в общем и целом, резюмируем Хорошо, тщательная работа с исходником Акцент на плавность перехода в цвет Изначально правильно настроенная цветовая палитра Чистка схемы после прогона И удобная схема вышивки В формате PDF и электронном формате с указанием номеров ниток DMC Что можно было бы улучшить? Контрастные цвета, особенно на коже Не допускать контрастной шахматки Убирать неоправданные одиночки Обращать внимание на общую цветовую палитру Вообще, правильной цветопередачи бывает очень сложно добиться В схемах для вышивки И некоторые схемы могут уходить в сепию Либо могут быть слишком темными Или цвета могут быть слишком бледные Вот на это тоже хотелось бы, чтобы дизайнеры обращали внимание И заканчивая цикл видео с рассказом про мои вышивки Я хотела сказать, что я буду и дальше снимать свое видео Освещая самые разные сюжеты У меня, конечно же, будут видео с процессами вышивки Я буду рассказывать об истории картин О художниках и изображенных персонажах Потому что мне самой безумно интересно узнавать эти истории И делиться этими историями с вами У меня, конечно же, будут видеоинтервью с талантливыми людьми Талантливыми вышивальщицами сложных многоцветных картин Интересными людьми, которые талантливы в каких-то других видах творчества И просто с интересными людьми Потому что мне очень интересен человек Мне интересен каждый человек И я уверена, что каждый человек в чем-то уникален И обладает своим уникальным талантом Еще у меня, конечно же, будут видео Где я буду рассказывать о наших выставках вышитых картин Видео, где я буду освещать какие-то другие мероприятия Которые относятся к творчеству вообще Еще, поскольку у нас теперь есть собственный музей-галереи Живописной вышивки Я обязательно буду снимать видео с виртуальными турами По экспонатам нашего музея Здесь у нас вообще большой простор для творчества Поскольку такие видео можно снимать удаленно И не обязательно только по тем картинам Которые приехали в Москву на наши выставки Но и по другим картинам Законченным в рамках нашего проекта «Жизнь прекрасна» Которые находятся в самых разных городах России И за ее пределами Возможно, по ходу дела возникнут еще какие-то интересные идеи Но вот что я поняла Это то, что даже несмотря на то, что я не являюсь профессиональным видеооператором И мои видео далеко не идеальные и не постановочные Мне очень нравится их снимать Ну, я прямо чувствую кайф от этого И надеюсь, что этот кайф и мое удовольствие передается вам И вы его тоже чувствуете через свои мониторы Потому что я поняла, что для меня снимать видео – это что-то очень интересное и очень увлекательное Это помогает мне творчески реализовываться И в то же время это помогает мне очень эффективно масштабировать свою деятельность И делиться своим опытом с вами, моими зрителями Делиться чем-то иногда полезным Иногда просто позитивным и вдохновляющим Ну, это насколько я могу судить По тем комментариям и по той обратной связи, которую вы мне даете Такая обратная связь, она очень-очень-очень важна Она, конечно, еще больше вдохновляет меня на так называемые подвиги И вообще, чувствуя такую поддержку, хочется, конечно, идти дальше И делать еще больше всего интересного, позитивного и очень вдохновляющего Поэтому море любви и благодарности всем вам, дорогие зрители и подписчики моего канала А с вами была Светлана Дьянова на канале Бэль Посвященному проекту «Ля Ви и Бэль» или «Жизнь прекрасна» Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»